О, батюшка, здрасте. А что ж, сынки, никто из вас не знает, сколько верст до Челябинска? А вам зачем? В видении у меня было. Явилась Маргарет Тэтчер и говорит, иди, Иннокентий, Челябинск. Улица Ленина, дом 16. Ждут там тебя. Третий раз уж является. Надо сходить. Как батюшку цепануло-то, а? Ну, пацаны. Их дошло аж до президента. И сказал так, как народ. Путина харизма очень сильно не дает встряхку организму. Всем привет, дорогие друзья. Рад вас снова видеть на своем канале. Этот выпуск, я знаю, ждали многие. Потому что на моем канале проходит розыгрыш. Многие участвуют в нем, я знаю. И сегодня в этом выпуске я подведу итоги. А сейчас я нахожусь на колесе обозрения в городе Челябинске. Да, этот выпуск посвящен Челябинску. Мы с вами посмотрим, посетим музей истории Южного Урала. Государственный музей, в котором, кстати, хранится кусок, остаток того метеорита, который пролетал здесь в феврале 2013 года. Я покажу, расскажу. Ну, погуляем по Челябинску, посмотрим, что это за город. Здесь играет довольно приятная музыка. И мы поднимаемся на колесе обозрения вверх. И виды уже такие интересные довольно становятся. Но вот я вот вижу, что река Мясна, которая стоит Челябинск, что-то мне напоминает болото. Да, ребята? Не очень красивые виды, конечно, реки. Набережная не совсем понравилась. Итак, поехали! Свечерный Челябинск. Свечерный Челябинск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нахожусь, как говорил уже, в Челябинске. За моей спиной Государственный исторический музей Южного Урала. Кстати, в нем находится тот самый метеорит, осколок, оставшаяся часть этого метеорита, который упал в озеро Чебаркуль. Его мы обязательно посетим. Хотелось бы сказать несколько слов о самом музее. В целом, это обычный музей. Представлено большое количество экспонатов, повествующих о жизни Челябинска и его истории. Но в этом музее стоит один редкий экспонат. Да, это именно та самая часть метеорита, который пролетал здесь в феврале 2013 года. Но к нему мы еще вернемся. А сейчас перед нами род вымерших морских присмыкающихся из семейства мозазавров. И его окаменелые остатки. Найдены в Челябинской области. В музее есть и более современные представители фауны. А это шерстистый носорог. Многие его путают с мамонтом. Но это не так. Урал это один из самых богатых регионов России. И Южный Урал не исключение. В музее истории Южного Урала представлено очень большое количество минералов из недр земли. Челябинск, он же Танкоград, он же город трудовой славы России, это город, в котором ковалась победа. И в музее истории Южного Урала под этим страницей истории отведены экспозиции. Также стоит отметить экспозиции советского времени, которые наглядно показывают нам, как и чем жил трудовой Челябинск в советское время. Но вернемся к одному из основных экспонатов Челябинскому музею истории Южного Урала. По предварительным данным, возраст Челябинского метеорита составляет 4 миллиарда лет. Интересный факт. Первые дни после падения метеорита в Челябинске и Челябинской области наблюдалось аномальное повышение температуры вплоть до 15 градусов тепла. А это на секундочку. Февраль месяц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Узи мне очень понравился Довольно интересно Метеорит это такая здоровая глыба Весом 600 кг Но чего-то не хватает в Челябинске Охота посмотреть его с высоты С красоты Челябинска Надо что-то придумать И куда-то пойти Ага, вижу цель Мы идем на колесо Само колесо обозрения Находится рядом с культурно-развлекательным Центром Мегаполис Это просто целый дом развлечений Несколько этажей позитива И положительной энергии Вот сейчас посмотрим, что за 73 метра высоты Посмотрим на Челябинск С высоты, так скажем, птичьего полета Погнали Иллюзианная Иллюзианная Ага 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот сейчас я иду как раз Набережная реки Миас Но что-то мне она оставляет желать лучшего Кругом мусор Набережная не ухожена Это мне абсолютно не нравится Даже по сравнению с Перемью Кто не смотрел мой выпуск Ссылочка сейчас сплывет Посмотрите Обалденнейшая набережная на реке Кама Но на реке Миас В Челябинске что-то мне не нравится Да и река Миас Сама напоминает реку мне Варанаси в Индии Это река Ганг Ну я не знаю Еще не смотрел ее Но по сути по всему там какое-то болото Пойдемте посмотрим Что чистая грязная река К сожалению река Миас Это какое-то одно сплошное болото Но вот посмотрите что там происходит Это просто ужас Грязное Какое-то болото А вон дальше так вообще камыши растут Ужас Ну а мы прогуляемся по улице Кирова Вот она улица Кирова Местный аналог Арбата Московского И аналог улицы Вайнера в городе Екатеринбурга Ну сейчас по ней пройдемся Посмотрим что есть на этой улице Улица пешеходная Что большой плюс кстати для Челябинска И выйдем мы как раз к центральной площади Где проходят все парады в городе Челябинска И дойдем до парка Пушкина Субтитры сделал DimaTorzok Ну а вот мы покидаем улицу Кирова И перед нами сейчас самая центральная площадь города Челябинска Кстати улица Кирова довольно небольшая Мне кажется даже Вайнера улица Она немного все-таки побольше будет Вот и мы уже вышли на центральную площадь Где проходят парады А в зимнее время ставят ледовые городки Сейчас мы пройдем сквозь эту площадь И пройдем в парк Пушкина Пойдем Размер этой площади примерно одинаковый С площадью Екатеринбурга В принципе по площади конечно они похожи Но площадь Челябинска мне нравится гораздо больше Она поинтереснее выглядит Дома которые были построены здесь в сталинском стиле Дают о себе знать что это город Труженик Челябинск это город трудовой славы Именно в Челябинске ковали победу И здесь выпускались танки Ну а сейчас мы с вами пройдем сквозь аллею И как раз попадем в парк Пушкина Ну вот и пришло то время Когда я подвожу все-таки итоги этого конкурса Который начался еще в августе месяце Я напомню разыгрываю флешки Их у меня 8 штук По условиям конкурса нужно было сделать Всего лишь репосты этой вот записи Записи с видео реальных пацанов из города Перми У меня 8 флешек Смотрите здесь по факту 3 человека сейчас сделали репосты Ну как поступим В принципе я предлагаю сделать так Первый ну и сделаем 3 места призовых Первые 2 получат по 3 флешки И тот кто займет 3 место получит 2 флешки Что нам сейчас надо это взять скопировать ссылку На этот пост Да условия были всего лишь нужно быть подписанным на группу И сделать репост этой записи себе на стену Заходим сюда Вставляем ссылку Город нам не важен Так среди репостнувших И нам нужно 3 человека 3 победителя Ну и сейчас я выберу просто места Первый, второй, третий из 3 человек Ну то есть получается что все призовые места Ребята кто смотрит участвуйте в моих конкурсах Места есть Они практически все призовые Пока что Стоит успевать Стоит успевать пробовать Участвовать в моих конкурсах Ну давайте выбрать Ну и Ну вот Получает Оксана Получает Оксана 3 3 флешки Александре 3 флешки И Наталья получает 2 флешки Спасибо вам что вы участвовали в этом розыгрыше Спасибо большое Смотрите обязательно Следующие мои выпуски Участвуйте также в конкурсах Всем спасибо Вот позади нас осталась площадь революции А сейчас я нахожусь на театральной площади И прямо передо мной одно из самых знаменитых зданий Челябинска Это здание Здание фотографируют на всевозможные открытки Такие магниты Это здание Это здание театра драмы Сейчас сквозь него мы пройдем И попадем как раз Парк Пушкина Ну вот мы и вошли в парк имени Пушкина И что-то у меня такое впечатление Что это как будто как зеленая роща в Екатеринбурге Но тем не менее в центре города Имеет такую зеленую точку Это очень хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Чем-то это колесо напоминает колесо в Припяти Вообще меня терзают одни сомнения Что где-то эти аттракционы практически все Я уже видел В каком-то Екатеринбургском парке Может быть стоит посетить мне парк Маяковска Может он уже пустой А вот цены довольно бюджетные Ну а на этом все Выпуск я заканчиваю Спасибо что оставались Смотрели этот выпуск Он получился такой небольшой Ну и времени у меня особо много не было Конечно на Челябинск сюда нужно приезжать на несколько дней Ходить гулять и смотреть Но особо меня конечно Челябинск не впечатлил Да крупный большой город Не маленький Но что мне понравилось Действительно широкие большие дороги Это непривычно Я привык к узеньким дорогам Маленьким небольшим А здесь прямо широкие проспекты такие Это необычно И я не скажу что это плохо Это просто необычно Ну а сейчас я отправляюсь к своему автомобилю Который припарковал на улице Труда И возвращаюсь обратно в город Екатеринбург Что касается итогов конкурса Я поздравляю всех тех кто участвовал в нем Делал репосты, записи Спасибо большое вам за участие Ну а всем остальным я хочу пожелать удачи, успехов Потому что конкурсы еще будут на моем канале проходить Поэтому обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Делитесь этим видео в соцсетях Ну и до новых встреч Всем пока Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok